Поговорим о отчуждении недвижимого имущества. Досмотри это видео до конца, и ты узнаешь рации отчуждения своего имущества, подводные камни, перечень документов, а также налоговые аспекты и ставки налогов отчуждения недвижимого имущества. Не будем терять время. Итак, виды договоров, на основе которых отчуждается недвижимое имущество. Купли-продажи. По договору купли-продажи одна сторона, продавец, передает или обязуется передать имущество товар в собственность другой стороне, то есть покупателю. А покупатель принимает и обязуется принять имущество товар и уплатить за него определенную денежную сумму. Договор мены. По договору мены, то есть старое название бартера, каждая из сторон обязуется передать другой стороне в собственность один товар в обмен на другой товар. Каждая из сторон договора мены является продавцом недвижимого имущества, передаваемого в обмен, и покупателем имущества, которое он получает взамен. Таким договором может быть установлена доплата за имущество большей стоимости, который обменивается на имущество меньшей стоимости. Следующий. Договор дарения. По договору дарения одна сторона, даритель, передает или обязуется передать в будущем второй стороне, одаряемому безместно имущество, дар, собственность. Следующий. Договор пожизненного содержания. По договору пожизненного содержания, то есть ухода, одна сторона передает второй стороне, приобретателю, собственность, жилой или их часть, другое недвижимое имущество или движимое имущество, имеющее значительную ценность, взамен чего приобретатель обязуется обеспечивать отчуждателя содержание ухода. По договору пожертвования жертвоводатель дарит неподвижные вещи, в частности, ценные бумаги, физическим или юридическим лицам, государственной территориальной общины для достижленной заранее обусловленной цели. По наследованию. Переход прав и обязанностей детства от физического лица, который умер, наследателя, к другим наследникам. Удостоверение договоров отчуждения недвижимого имущества имеет определенные особенности. Например, отличается тем, что отчуждатель не может быть несовершен. Удостоверение договора пожизненного содержания уже имеет определенные особенности. А именно, по этому договору отчуждателем может быть только нетрудоспособный по возрасту или по состоянию здоровья гражданин. Отчуждателем в данном случае, опять же, не может быть несовершеннолетний. Каждый случай требует установки отдельных требований о наличии определенных документов, положений, выполнении определенных предварительных действий лицами, являющихся сторонами договоров отчуждения. Перечень документов для возможностей отчуждения недвижимого имущества. Основные документы, которые касаются непосредственно недвижимого имущества и предоставляются для удостоверения договоров об отчуждении недвижимого имущества. Следующий. Правоустанавливающий документ на недвижимое имущество. То есть, нотариально удостоверенный договор купли-продажи, дарения, мены, свидетельство при приобретении имущества с публичных торгов. Это может быть свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, также решение суда. Следующее. Выписку из государственного реестра прав на недвижимое имущество о государственной регистрации прав. Следующее. Экспертно-денежная оценка независимого сертифицированного оценщика. Обязательно при отчуждении имущества, находящегося в собственности физического лица. Следующая. Справка ЖЭКа, ОСМД, Сельского совета, форма 3, о том, что малолетние и несовершеннолетние дети не имеют права пользования отчуждаемым недвижимым имуществом. Следующая. Решение органа опеки и попечительства при условии, если малолетние или несовершеннолетние дети являются собственниками или имеют право пользоваться недвижимым имуществом. Следующее. Заявление владельца отчуждаемой квартиры дома об отказе от осуществления права прием имущественной покупки части в общей доле собственности. Необходимо в случае продажи части отчуждаемой квартиры либо жилого дома. Следующее. Заявление лица, не являющегося собственником, но зарегистрировано в квартире, о том, что ей известно о заключении договора и что лицо обязуется сняться с регистрации. Следующая. Справка из городского либо сельского совета о том, что земельный участок, на котором находится жилой дом, не приватизирован и государственный акт не выдавался, при условии, если земельный участок не приватизирован. Следующее. Справка из управления земельных ресурсов о размере земельного участка, на котором расположен жилой дом. И также необходимо предоставить кадастровый номер земельного участка, кроме квартир в многоквартирных домах. Также обязательно присутствие супрухов, отчуждателя и приобретателя при наличии со своим паспортом, оригиналом идентификационного кода, свидетельством о регистрации брака, заявлением, в котором нотариально заверяется согласие на отчуждение, либо приобретение имущества. Также возможны другие справки, документы, заявления, удостоверения в зависимости от индивидуальной ситуации. Ко всему вышесказанному считаю необходимым дополнить эту тему налоговым аспектом отчуждения недвижимого имущества. Итак, доход физического лица резидента, то есть гражданина Украины, по отчуждению обмену жилой недвижимости не облагается налогом на доходы физических лиц при выполнении следующих условий. Итак, продается жилой дом, квартира или их часть, комната, садовый, дачный дом, включая земельный участок, на котором расположены хозяйственно-бытовые сооружения и здания, а также земельный участок, что не превышает нормы бесплатной передачи определенной статьей 121 Земельного кодекса Украины в зависимости от ее назначения. Следующее. Продажа осуществляется не чаще одного раза в течение отчетного налогового года. Следующее. Переуступленный объект недвижимого имущества находится в собственности налогоплательщика более трех лет. Порядок начисления и уплаты налога на доходы физических лиц при отчуждении недвижимого имущества регулируется статьями 172 и 174 Налогового кодекса Украины. Согласно статье 172 Налогового кодекса Украины, доход полученный плательщиком налога от продажи в течение отчетного налогового года более одного из объектов недвижимости подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц по ставке 5% суммы полученного дохода и 1,5% военного сбора. Доход от продажи объекта недвижимости определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продаж, но не ниже обязательной оценочной стоимости такого объекта, рассчитанной независимым сертифицированным экспертам. Следует отметить, что в том же порядке облагается доход от продажи либо обмены объекта незавершенного строительства. При обмене объекта недвижимости на другой, то есть при заключении договора обмены, облагается только доход плательщика налога в виде полученной им денежной компенсации от отчуждения более дорогого недвижимого имущества, если реализовано имущество было в собственности более 3 лет по ставке 5% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора, когда более 3 лет доход от продажи данного имущества не облагается. Что касается недвижимого имущества, полученного по наследству, это не признается доходом и, соответственно, освобождается от налогообложения. Объекты наследия наследуются членами семьи наследователя первой и второй степени родства, к которым относятся дети наследователя, тот и супруга, который пережил, родители, родные братья, сестры наследователя, его бабушка и дед, как со стороны отца, так и со стороны матери. В остальных случаях доход от полученного в наследство имущества облагается по ставке опять-таки 5% налога на доходы физических лиц. В случае получения наследства от наследователя нерезидента, то есть негражданина Украины, и для любого объекта наследства, которое наследуется наследником, нерезидентом, от наследодателя резидента, ставка налога на доходы физических лиц составляет, обещаю ваше мнение, 18%. Объекты дарения, согласно статисту 74 Налогового кодекса Украины, подаренные налогоплательщику другим физическим лицом, облагаются налогом согласно правилам, установленным для налогообложения наследства.